Всем привет! Как вы видите, я сменила локацию, и я уже нахожусь в своей комнате в общаге. И да, это видео будет про мою студенческую общажную жизнь. Я решила заснять кусочек именно сейчас и рассказать о своих вообще впечатлениях насчёт учёбы. Потому что эта тема сейчас меня больше всего волнует. Слишком много сомнений, слишком много разочарований уже. Разочарование в первую очередь в себе. На самом деле мне довольно-таки сложно учиться. И уже возникли мысли о том, что а вдруг это не моё? И а вдруг это не моё место? И может быть мне стоит вообще перейти не то что на другое направление или факультет, а сменить полностью институт и уйти в другую сферу. Например, в гуманитарную. Но я не знаю, может быть эти сомнения связаны с тем, что это только первый семестр, первый месяц учёбы прошёл только. И это всё скоро пройдёт, когда я привыкну. Но пока что с каждым днём я всё больше в себе разочаровываюсь, потому что, не знаю, когда мы программируем, точнее, когда у нас лекции по программированию, я вижу, с какими горящими глазами занимаются мои одногруппники, как у них это всё легко получается, и как видно, что они находятся в своей стихии, в своей степи, и что они получают от этого кайф. Я же чувствую, вот так вот я сижу, то есть я зажата в себе, хоть, может быть, это и не проявляется, но мне некомфортно, потому что я ничего не знаю, у меня нет никакого уровня. То, что я знала, только Паскаль. Школьный курс, и то, не знаю, там, знания мои ориентировочно направлены только на ЕГЭ. Всё. Больше я сама этим не занималась раньше, но мне это было интересно. И я хотела написать ЕГЭ на высокий балл, поэтому я до автоматизма всё это довела. Но чтобы самой сесть и что-то начать программировать, такого у меня в жизни не было. А эти ребятки, они уже пришли подготовленные, они уже знают, что делать, им, конечно же, легче. И также у меня проблемы с физикой, потому что в школе её не было, у меня с восьмого класса, знаний у меня тоже, поэтому нет. И в первый день учёбы мы сидим на физике, и я говорю своему однокрупнику, что у меня сейчас огромное желание прямо здесь расплакаться, потому что это был какой-то кошмар. Также и на матанализе. На матанализ, вроде бы, уже более-менее я начинаю понимать, как и с алгеброгеометрией. Не знаю. Если рассматривать перевод совершенно в другую сферу, то мне нужно сдавать ЕГЭ, опять заново, а именно литературу. Может быть, где-то история понадобится, может быть, где-то иностранный. То есть это те предметы, к которым люди готовятся не один год. Поэтому я должна, по сути, тогда сейчас готовиться к этим предметам. А чтобы готовиться к этим предметам, мне нужен репетитор, потому что сама себя я не смогу заставить, и не будет этой системы. Мне нужен человек, который бы меня подгонял. Это лишние деньги. Затем, и в конце концов, мне нужно будет отчисляться из своего вуза. То есть у меня не будет запасного плана, типа, если я туда не поступаю, то я сюда вернусь. Нет, так не будет. И вдруг у меня ничего не получится. Тем более я хочу в тот вуз гуманитарный, где куда попасть просто, не знаю, невероятно сложно. Невероятно сложно. И поэтому, мне кажется, намного легче и рациональнее, и логичней вникать в те предметы, которые у меня сейчас есть, по типу физики, метанализа и программирования, нежели пытаться как-то изменить свою жизнь и в итоге остаться ни с чем. Когда я смотрю на себя со стороны, я не вижу, что у меня горят глаза, когда я занимаюсь этим. Может быть, это из-за того, что я еще, ну, не так хорошо знаю материал. Почему еще я так сильно-то гружу себя? В школе я была одной из лучших. А здесь я одна из худших. Потому что, ну, как я и говорила, у меня нет никакого опыта работы с другими языками программирования. И тут у меня в группе люди невероятно умные. Как я сюда поступила, я до сих пор не понимаю. Пока что мне очень трудно. Не знаю, что будет дальше. Даже были мысли взять Академ на год, чтобы просто не из-за беременности, как многие могли сейчас подумать, а из-за того, ну, просто подготовиться к данной программе и потом прийти и начинать заново. Просто, чтобы вы понимали, мне друзья мои помогают практически каждый день. И не делают всю работу за меня. Не из-за того, что я ленивая или у меня нет желания это делать. Просто потому, что я не знаю, как это сделать. Мне помогает с физикой. Мне просто решает все. Конечно, я безумно благодарна этому человеку, который еще, наверное, появится в этом видео. Мне помогают с матанализом. Я тоже благодарна тому человеку, который, скорее всего, появится в этом видео. Это уже другой человек. Я благодарна человеку, которому я помогаю с программированием. Это тот человек, который мне помогает с физикой. В общем, мне помогают практически по всем дисциплинам, кроме физры и немецкого. Когда меня спрашивают, Яна, какие у тебя любимые предметы в ВУЗе. Я говорю немецкий. Мне кажется, я не ту специальность выбрала. Это такое предисловие. Такие мои мысли. Просто я хочу запечатлеть это на видео. Хочу запечатлеть момент, когда мне очень трудно и очень сложно. И когда я страдаю, когда я мучаюсь, когда я ною, когда я прошу всех о помощи, когда я думаю, что все меня отчистят после первой сессии. Яна из будущего. Надеюсь, у тебя там все прекрасно. Ты уже понимаешь все эти дисциплины. Ты уже не чувствуешь себя супер тупой. Тебе все так же помогают. И я надеюсь, что придет время, когда я кому-то буду помогать. Господи, пока что это кажется какой-то параллельной вселенной. Когда мы заходим, мы видим всю комнату. Поворачиваемся направо. Здесь у нас огромнейший холодильник, с которым мне очень повезло. Посуда, шкафчик для всяких круп, посуды и т.д. и т.п. Стол, мусорка. Поворачиваемся сюда. Здесь у нас вешалка. Неприлично. Ну, не вешалка, а крючки. Неприлично висит вот этот провод, опасный, зеркало. Потом ящичек для обуви. Шкаф, где находится вся одежда, которая вам не видно. Шкаф, где находится еще одежда, которая вам тоже не видно. Тут шкаф, который не мой, который я не использую. Там всякие хим-бодобуки. Вот здесь у меня просто пакет со всеми пустыми пакетами. Это опять же таки я. Вот поворачиваем. А, такой, да. Стол. Раз кровать. Два кровать. Три кровать. Розетки, как мы видим. Обычная такая лампа. Хотя, господи, красивенькая. Не пустая там лампочка висит. Вот. Стол. Два стула. Мой ноут. Здесь у меня просто все засрато. Но это, блин. Это еще более-менее чисто. Мой шкафчик. Не мой шкафчик. Мой второй ноутбук, на котором я монтирую. Который еле просто доживает свои дни. Последние, наверное. Надеюсь, что нет. И все, в принципе. И вот такое вот окошечко. От моего института было предоставлено очень много общежитий. Мне достался МСГ. Это Межвырский студенческий городок. Вот. И здесь у нас около 11 корпусов. По-моему, 11, если не 10. Я живу во втором корпусе. И мне сказали, моя комната одна из лучших комнат в этом корпусе. Я не знаю. Я благодарна судьбе, что мне повезло так сильно с комнатой. У меня практически нет клопов, ребята. У меня нет клопов практически. Что мне сглазить? Просто пустучу об деревяшку. Не могу жаловаться на комнату. Спасибо судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай, пей, я хочу заснять. Покажи всю страсть. Умерла. Просто кошмар. Я хочу всё. Впечатление ваше, скажите, пожалуйста. Это очень-очень вкусно. Я хочу тут купить всё. Оно тут слишком дорого. Мне оно, наверное, мне. Купола. Тосит трой. Чисток золота. Чтоб исчелся. Чтоб исчелся. МестFο. Чтоб исчелся. Чтоб исчелся. Короче, ребята, всем привет. Я извиняюсь что я так мало говорю, хотелось бы объяснить, что вообще происходит. Сейчас я была в центре, я там встретилась со своей подругой Настей. Как вы видели, я хотела купить себе помаду Но в итоге ничего себе не купила После этого я прекрасно поела Столово номер один, извините, что я ничего не записала Место отпадное, ребята, всем советую Мне кажется, я туда настолько часто хожу Что они мне уже должны просто Бриллиантовую карту давать Постоянного посетителя Красную дорожку так передо мной Ну вы поняли И беру, по-моему, одно и то же Они уже должны знать, что я буду брать И бесплатно мне выдавать Итак, планы на вечер Сейчас я сделаю некоторые уроки Наверное, часть программирования Часть АИГа Алгебры и геометрии Но навряд ли Еще надо было помыть полы И в 8 часов я иду со своей подругой В магазин А оттуда я еду в антикафе на всю ночь У нас с тобой встреча с профоргами То есть профорги это те люди, которые представляют профком В своей группе учебной И вот в своей группе профорг я Поэтому сегодня на всю ночь мы идем С профоргами в антикафе Где мы будем знакомиться Общаться Где нам расскажут, наверное, немного о сущности Вообще О нашей деятельности И Где мы еще будем играть Настольные игры Попила чаек Различные печеньки Лопать Поэтому такие вот дела В общем, на часах сколько? Девять вечера? Девятая часть Восемь тридцать четыре Вот этот человек Меня вынул из общаги И мы сейчас идем в торговый центр Попупать в кружевной обозе Именно так Зачем? Потому что мне хочется красивое кружевное белье Вот Вот, учите Я хочу себя порадовать Но красивое белье даже круто Смотрите, в чем она сейчас Утонченный мужик Это не бельцы Они легкие, честно Это, честно, не бельцы В каждом мужике живет своя баба В каждой бабе живет свой мужик тогда уж Это пока что самый красивый туалет В котором мне удалось побывать Офигенный Вы только посмотрите В каком торговом центре мы были ЛГБТ Мы куда идем с тобой? Скажи мне, пожалуйста Куда идем? Мы с пятачком Большой-большой секрет Да, я знаю, что я курносая Продолжай И расскажем мы о нем О нет, о нет, о нет Знаете, куда мы едем? Мы едем кушать Столовая номер один Ю-ху! Сниму, ладно, я снимаю влог Я снимаю влог, я снимаю влог Я снимаю влог, я снимаю влог Спасибо Ты себе пришел и заснять? Я вообще-то видеоблогер Мы станем популярными Серьезно? Я хочу к ним Ты не хочешь? Он мне не стоит облесить Я хочу к ним Зажигаем Офигенные, я не могу Да смотри, какие классные Я знаю, он мне кидал Итак, что у нас тут есть? Обзор, видеообзор Это какао Это сладости У тебя что? Капучино Отлично У нас как бы смотри, сколько за столом Еще раз помоши, пожалуйста Ты была размыта Спасибо Залила эту овсянку Ушел зубчик Ушел она заварилась У мамы свою поел Бананчик Я все Ты меня не найдешь Я не знаю 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 Полотой Я не знаю Если не лень То есть Кто не смотрит Я не знаю Что это Красиво А вот А вот А вот Мне кажется За вас За нас За собственные Каски А подчеркки Да Отличный Каск Мы все Играем Там ребятки В одну игру Там ребятки Зимой Да А мы здесь играем Вот в эту игру А ты гульнасу Что-нибудь показала Я показала Маша 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 Спасибо А тебя засняли Самосексуальный Нет Самосексуальный Он ест хлопья Без ничего Я так тоже В детстве Делала Смех Позволь Если бы побольше Срам Мы бы еще Получилось Перепалкой Учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Как частник. А решили дойти до Невска пешком. И по-моему, мы уже дошли, да? Да, дошли. Мы уже дошли. Как вы можете заметить по этой красоте. И сейчас идем тоже в метро, но выпуск другой. Идем на метро Невский проспект. Более лакширный, так скажем. Если отбирал Тейская. Исакич. 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 Вот сижу, сейчас делаю физику, да? А потом тебе пишет человек. И... Так выходит, что вы теперь не будете вместе. И обидно, что я ничего не могу сделать с этим. У меня вся голова занята мыслями об этом человеке. И настроение просто рухнуло. Просто рухнуло. Вниз. И когда у тебя такое настроение... Никакое. Все, что тебе может помочь, это только сон. Но этого я еще себе позволить не могу, потому что физика ждет. Знаете, что самое отстойное? Вставать к первой паре. Особенно, когда тебе до института добираться час. Особенно, когда у тебя вообще на сборы. У тебя сборы занимают тоже час. Тебе приходится вставать в шесть. А пара начинается в восемь. И когда я в школу вставала за полчаса до начала, тут такое не прокатится. А еще ужасно то, что на улице темно. Ну, сейчас уже более-менее светло. Но когда ты просыпаешься, и ты видишь, что за окном ночь, а в комнате не так тепло, и тебе вообще не хочется выбираться из-под одеялка, вставать как-то вообще не хочется. Нам латип предоставляет на выбор очень много секций. Я выбрала качалку. Значит, чем мы тут занимаемся? Качаемся. Расскажите о своих ощущениях. Изи. Какие эмоции вы испытываете? Раны, счастье, хлебушка. Раны, счастья. Спасибо. Покажи свои бицухи. Так, вот так выглядит наша столовая, одна из институтских принципов. В принципе, все очень даже ничего, неплохо. В общем, что вообще происходит сейчас? Я уснула. Проснулся от того, что мое сердце почувствовало, что мне Никита написал. Приперся Никита. Мы решили решать АИК. Ничего не решили и все. Короче, надо бы закончить этот влог длиною в три дня. Надеюсь, он не получился не супер скучным. Скучным. Да. Никита меня приучает говорить скучный. И макароны вместо лапши. Да. Ты не приучаешься. Ты просто говоришь неправильно. Я просто каждый раз говорю макароны вместо лапши. Так же, как со скучным. А я говорю лапша. Для меня нет такого слова макароны. Нет, точнее есть. Лапша много разновидностей есть. Там завитушки, ракушки. Просто вот это вот. Вот это вот нить. Вот это и есть лапша просто длинная. Это и есть лапша. Да нет. И вот это все вместе для меня макароны. Вот именно это все вместе для тебя должно быть макаронами. О какого мне доди вы говорили? Который с Путиным сидит. Что он сделал? Он сделал то же самое и решил эту систему. Ох, он чего? Ой, красивая такая. Очень. Да. Короче, расскажу ребятулькам своим. Четырех. 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 Там. Двадцати. Пяти подписчиков. Слишком сложно. Что сегодня было? В общем, выступала я своим танцем. Яблочком. Надо было бы, чтобы ты заснял меня. Но это будет завтра. Это не входит. И будет шестнадцать. Не надо. Не надо. Не надо меня снимать. Я сниму тебя полностью. В процессе. Понятно, ребята. Ну вы понимаете, да? С кем я обижаюсь. Ну в общем, пришла я. Они такие. И у нас пока только один номер входит в программу, а там их было дофига. Типа номеров 50, ну, они уже просмотрели. Если не больше. Ты первая. Я вторая. И станция. Первая. Первая станция. Будем назвать первая. В общем, я станцевала, они сказали, господи, ты супер гуд, иди просто в балет Моисеева, но ты не знаешь, конечно. Вот. Чё, прогуглишь? Да. Ну, короче, это самый крутой народный актив в России. Ну, в общем, и меня взяли в арт-битву. У меня какие-то оперы. Опера Шонберга. Надеюсь, я победил. Балет Игоря Моисеева. Веди так. В общем, сегодня был насыщенный день, у меня болит голова. У меня очень много материала, которые нужно мне сейчас монтировать, чтобы получилось вот это видео. Который, надеюсь, я выложу. Ещё будет самая тупая фраза. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну ладно. Можете не ставить лайки, просто подпишитесь. Ну нет, я не могу такое выложить. Надо перезаписать, когда ты уйдёшь. Хочешь ты скажи эту фразу? Чё? Чё там? Чё? Он вот эту систему разрешал на три стены. Легче, проще будет сказать, что мы не знаем, как это сделать. И она сама всё покажет. Никит. Да. Поговори с моими подписчиками. Вот эту вот коронную фразочку, чтобы я в конце это ставила. Все подписываемся на канал. Как это канал называется? Молодец. Это не важно. Вот так называется Яна. Все подписываемся на канал Яны, ставим лайки, нажимаем колокольчик, комментируем. И ещё раз подписываемся на канал. Да. Всё? Да. Ну вы поняли, да? Спасибо. Спасибо.